Пока без диплома, но уже профессионал. Престижный чемпионат среди учащихся рабочих профессий World of Skills, собрав в своих кругах из образовательных учреждений Подмосковья именно таких юношей и девушек. Новая компетенция – реверсивный инжиниринг. Те, кто её освоил из существующих предметов с помощью компьютера, воссоздает чертежи и отливает из 3D-принтера копию из новых материалов. Всему этому молодые люди научились, не имея диплома о высшем образовании. Награждение победителя отборочного этапа сопровождалось музыкальными номерами и пожеланиями дальнейших побед от сокурсников и членов жюри. Всех ещё раз поздравляю с завершением этого грандиозного мероприятия. Всем успехов упорно тренироваться каждый день, чтобы Московская область могла сформировать такую команду, чтобы первое место в Роснандаре было за нами. Позади остались месяцы трудоёмкой подготовки. Для конкурса дизайнеров участникам необходимо было привезти с собой на площадку грунт и рассаду. С охапками цветов и декоративными растениями создавали букеты дизайнеры. Конкурс по ремонту легковых авто проходил в мастерской, оборудованной техникой по новым стандартам. По-другому современный автомобиль не удастся поставить на колёса. «Щелковский колледж принимает финалистов об основе этапа конкурса «Волтскилз». Здесь сидят победители, занявшие первое, второе, третье места. Это специалисты по ремонту легковых автомобилей, ландшафтному дизайну, флористике. Скоро мы их увидим на рабочих местах. Это наше будущее». Студентки губернского профессионального колледжа из Серпухова обошли по мастерству восемь команд конкурсантов, заняв первое место в компетенции «Ландшафтный дизайн». Оценка ставилась на основе обработки сотен показателей. «Пришлось сделать целый ландшафтный проект. Вот как бы в коробе 3,5 на 4 метра нужно было сделать элементы строительства, дизайна, то есть посадить, например, растения в композиции, но также деревянные какие-то элементы соорудить. Кое-что было неожиданно, но мы справились». Учащиеся из «Щелковского колледжа» среди десятков претендентов заняли в отборочном туре четыре призовые места. Из них первые во флористике, реверсивному инжинирингу и автомеханике. На эту компетенцию заявилось 36 участников из 28 учреждений. «По счету того, что в номинациях наши учащиеся, наши студенты заняли призовые места, и они готовятся сейчас на финал, который пройдет уже в Краснодаре, они будут представлять Московскую область. И мы желаем, конечно, желаем им занять первое место, потому что все-таки Московская область должна быть лидером во всех делах и во всех начинаниях». Одновременно с чемпионатом проходил третий открытый областной фотоконкурс «Профессия в кадре». 50 школ и колледжей Московской области представили фотографии на тему «Будни моей профессии на шутливой волне в ногу со временем». «Фотографировал процесс работы Кузнеца, и сам процесс, мне кажется, очень увлекательный. Договорился о том, чтобы можно было запечатлеть этот момент. Было много кадров, но вот это вот самое лучшее получился». Директор Щелковского колледжа Владимир Нерсисян не скрывает, что ожидал от студентов лучших результатов, но тех очков, что были ими заработаны, хватает для участия в финале. За происходящим на конкурсной площадке нужно было наблюдать с компьютера в любой точке мира, что добавило конкурсу объективности. «Впервые мы весь чемпионат транслировали в онлайн. То есть любой образовательное учреждение, любой человек Московской области мог включить и в режиме реального времени смотреть, что творится на площадках. Это тоже объективность прибавляет. А куда ты денешься, вся страна смотрела». Где лучше учиться, так это на выставке. Именно так поступают ведущие мировые обучающие центры. Делегация Щелковского колледжа едет на Евроскиллс и чемпионат мира в Абудабе. Открывающиеся возможности придают студентам энтузиазма в учёбе, привносят в систему отечественного образования лучшие международные практики. Вполне закономерно, что с таким подходом студенты Щелковского колледжа в национальном чемпионате занимает вполне достойное пятое место. Михаил Налютов, Михаил Черепанов, телерадиокомпания Щелкова.